Кстати, Приголя дочка самых первых слонов Калининградского зоопарка. В 1956 году сюда приехала слониха Шандра, а в 1960-м самец по имени Джимми. Приголя их единственная дочь. Она родилась в конце 1970-го года. Ну, сегодня мы подготовили свежую траву для Приголи. Ну, она же не будет катать этот. Нет, мы подвесим на высоте, на уровень, наверное, дерева или уровень ее головы. И она будет срывать, доставать. Наверное, не только вот эта штука будет, да? Нет, мы подготовили еще куб. А, еще куб надо будет набить? Вот он, на заднем фоне, да. Куб с сюрпризом. Мы будем также траву маленьким словом и овощи, фрукты. Понятно. Выйдет слон и будет разбираться. Посмотрим на ее реакцию. Будет интересно, я думаю. Не просто так навалить еду в кучу, чтобы она съела, а чтобы она смогла добраться, постаралась, поработала и добыла свою еду. Ну, в принципе, мы готовы. Будем сейчас подвешивать. Сколько тут навес-то? Ну-ка. Да не знаю. Ну, попробуем. О, прилично. Вдвоем поднимем. Слоны самые крупные наземные млекопитающие. В дикой природе слон съедает около 250 килограммов растительной пищи за сутки. Но в относительных величинах это не значит, что чем крупнее животное, тем оно больше ест. Рекордсменами по абсолютному суточному потреблению пищи являются самые крупные обитатели нашей планеты. Синий кит съедает полторы тонны криля в день. Слону необходимо почти 250 килограммов травы. А вот самому крупному хищнику на планете, белому медведю, нужно около 10 килограммов мяса в сутки. Но в природе ему не каждый день удается добыть еду. При этом такое количество пищи составляет не более 2% от веса этих животных. Но есть животные значительно более прожорливые. Их размеры крошечные. А значит и скорость метаболизма у них значительно выше. Самой маленькой птице на планете, калибре пчелки, ежедневно необходима нектара столько же, сколько она весит. А крошечная бурозубка, чтобы нормально себя чувствовать, должна съесть в 2,5 раза больше своего веса. Насекомые не меньшие обжоры. Гусеница Сатурнии съедает за 2 месяца в 86 тысяч раз больше, чем она весит при появлении на свет. У меня вопрос, как она до этого дотянется? Да очень легко. Вы сейчас увидите, насколько далеко она может дотягиваться. Тут специальное расположение для ее хобота. При желании она еще дальше дотянется. Так, нужно помочь. Держу. Вроде продел, вроде продел. Теперь у нас кубы. Стоит пояснить, что мы находимся в служебной зоне, а вот куб будем подвешивать непосредственно в вольере. Мы постараемся сделать это как можно быстрее, чтобы не заставлять ждать пожилую слониху. Мы в вольере у слонихи в Приголе. Самое время разложить те самые овощи и фрукты, которые мы с Инной так тщательно взвешивали на корма кухни. Овощи и травка. Бросайте, еще бросайте. Итак, мы ее и забьем. Интересно, у нее предпочтения какие-то есть? Вот там, скажем, свекла или картошка тут есть? Конечно, она из этого все выберет яблоки и картофель. Свекла и морковка на последнюю очередь. Вот интересно, да? Свекла же сладкая, наверное. Нет, она берет почему-то картофель, если давать выбор, и яблоко. Интересно. Да, вот такие вкусные. Слон. Животное странное, в общем. Слоны – существа с очень высоким уровнем интеллекта, с очень высокой индивидуальностью. И как у достаточно умных таких индивидуальных существ, у них есть, конечно же, свои предпочтения. В том числе и в еде. И да, несмотря на общую растительную ядность, слоны, отдельные их особи, могут проявлять склонности к отдельным растительным кормам. Давайте побольше яблока и картофеля, раз у нас такой слон. Прям как наш оператор Саня. Тоже сладкое не ест, картошка. Такая диета. Слон у нас не на диете. Как слон. А вон так вот, я не знаю, диеты. Мы прям плотно-плотно, да? Да, забьем. Она ему пнет ногой, вот футболами сыграет, вот мы посмеемся. Ну, реакция будет неоднозначная, я даже не знаю, чего ей ожидать. В любом случае, разбавим ее настроение. Мы разбавляем ее будни этим, чтобы не было так рутинно и скучно. Благодаря обогащению среды у нее появляются новые эмоции и новые впечатления об этом. Нам осталось только наполнить овощами и фруктами бетонную трубу. Отверстия в ней сделаны с учетом размера слоновьего хобота. Примерно так же, как сейчас моя рука просовывает в трубу морковку, слониха будет доставать корнеплод хоботом. Так, Стас, это все, да? Еще ветки мы затолкаем. Забьем эти дырки ветками. Дом Приголи находится в самом центре зоопарка, у фонтана. Здесь всегда много посетителей, а сегодня даже больше, чем обычно. Людям всегда интересно смотреть на то, как работают другие. Прямо вот так вставляем. Это каждый день такая радость у нее? Да, каждый день. Это все для еды мы сюда приносим, закидываем, и отсюда она питается. Чтобы растянуть свое удовольствие. Не просто так разбрасывать в одну кучу, а чтобы она занималась делом. Ну, это понятно, как обогащение. Обогащение, да, чтобы она одна живет, чтобы побольше деятельности было. При Голе уже вдоль и поперек исходило ограниченное пространство своего внутреннего вольера. И как только Стас поднимает шибер, она сразу же выходит на улицу, несмотря на то, что вот-вот начнется дождь. Цейлонские слоны не имеют обильной шерсти, то есть у них только редкие волоски, и у них кожа не защищена, и поэтому им необходимо, им даже это нравится, принимать разные грязевые ванны, полевые ванны, ну и в том числе обычные просто водные процедуры. Поэтому дождь они, в принципе, воспринимают так с любовью, спокойно там купается, и дождь для них достаточно приятная процедура. Посетители ждут шоу, и они его получают. При Голе вышла и первым делом направилась к кубику, набитому травой. А когда кубик опустел, слониха начала играть в футбол, как я и прогнозировал, используя и ноги, и хобот. Она прекрасно вот этим кубом из пожарных шлангов играла, она его пинала, давила его, как-то им манипулировала. Ну это нормально, потом она вот то, что она раздавила, она тут доставала, то есть даже немножко поиграла. Наш оператор Вова запустил дрон, который ожидаемо привлек внимание мудрой слонихе не больше, чем пролетающие над ее головой птицы. Хитом программы стала бетонная труба. С ней При Голе занималась дольше всего, просовывая в отверстие хобот. Мне кажется, она все там увидела и все смогла достать. Конечно же, сначала ветки, потому что мы закрыли отверстие ветками, достала, а потом добралась до самого вкусного для овощей и фруктов. Летающие повсюду голуби слонихе не мешают. Она продолжает работать хоботом, а посетители с удовольствием наблюдают за происходящим. При Голе демонстрирует им свой коронный трюк. Она посыпает спину песком. Так слоны защищают свою толстую, но очень чувствительную кожу от солнца и кровососущих насекомых. И под занавес с веточкой в хоботе При Голе удаляется из нашего поля зрения. Все, что мы для нее сегодня приготовили, пошло в дело, кроме нашего первого подарка, который мы подвесили на цепь. Он как висел, так и висит. Но интерес При Голе к нему – вопрос времени.